так ну что продолжим я пиджаком довольна я пиджак даже больше трогать не буду так у меня сразу рвение как-то было добавить немножко тени больше здесь но сдалека я пошла посмотрела и мне он как-то подходит так теперь я добавлю зелень сюда которая вот сюда будет выходить я добавлю зелень вот сюда и которая вот тут выходит так слегка немного чтобы было понятно что мне дырка какая-то потом я займусь деревом нет потом я займусь лицом потому что она чтоб зелень высохла до того как я дерево буду трогать потом я займусь лицом придам лицу немножечко больше оттенков так ну что ж зелень зелень я буду разводить прямо в красной вообще-то в красной потому что в зелень все равно надо красного цвета чуть добавлять чтобы сделать более зелень естественной мне всегда надо добавлять немножко красного так и вот эту зелень немного сюда вот и какой хороший естественный цвет получается и опять же все смешанное все цвета соединены потому что я использую все ту же палитру я палитру вообще никогда не чищу я вот когда в следующий раз совсем новую картину начну рисовать у меня будет вот это вот палитра вот эти же вот эти же лужи здесь так я добавлю чуть больше воды сюда потому что я начну со слабой зелени опять же почему со слабой страх наверное потому что уверенности нет как она будет смотреться рисование нас многому себе учит правда ведь что мы боимся когда мы нервничаем я видела людей которые рисуют и так нервничают прям психу и что не что-то не получается и некоторые гигают постоянно что-то там рисуют не получается они начинают смеяться критиковать себя Ну, еще ничего смотрится. Вот с этой стороны много маленьких веточек, я их рисовать, честно говоря, не буду. Как-нибудь в другой раз я сделаю урок на отрицательное рисование Negative Printing. Такое название интересное, отрицательное рисование. Очень интересная техника. Если вам акварель нравится, то вам это понравится. Так, вот тут у меня какие-то... Опять же, видите, я не боюсь, наверное, волосы находить. Оно таким будет, наоборот, будет даже лучше. Так, вот тут я вообще все вот этим цветом закрашу. Так, ну и теперь дерево, его уж не обойдешь, ему тоже надо придать зеленую текстурку. У нас, по идее, коричневая будет, но все равно ему все цвета нужны. Все, что мы используем, надо дереву. Так, вот теперь я сказала, что я пиджак больше трогать не буду. А буду, потому что нарисовала зелень, и пиджак уже по-другому смотрится. На самом-то деле, все, что вокруг нее будет отражаться на пиджаке хоть чуть-чуть. Вот у нее, например, если вот тут у меня где-то что-то зеленое, на вот этой складке было по нее немножко зеленого. Вот с этой стороны возле дерева, на вот этой складке будет немножко дерево цвета. То есть вот этот цвет, какое я буду там дерево. Так что над пиджаком я еще буду работать. Сейчас я ему зелененького добавлю. Вот тут у нас зелененького добавим. Потому что зелененький совсем не видно. Вот тут я добавлю зелененького. Вот тут у нас тень немножко будет зеленоватый. Вот тут я зеленоватый добавлю. Видите, я этой тенью как будто бы соединяю дерево и рукав. Вот тут я зеленоватый добавлю. Так, небрежно, кое-какими мазками. Так, вот с этой стороны. Тут я соединю дерево и рукав. Вот так, немножечко. Видите, по чуть-чуть и оно уже сразу меняется. Более сложнее картина становится. Я отсюда тоже добавлю чуть-чуть. Так, ну теперь я могу лицом заняться. Потом я еще зеленень добавлю, кстати. Вот это место мне не сильно нравится. Но ничего, я его подправлю. Наверное, опять же, кисточку помыла. Но не всегда замечаешь, уже какая-то привычка кисточку часто мыть. И не всегда замечаешь, когда помоешь, а потом место, которое уже с краской. В принципе, неплохо. Ну что, я теперь лицом займусь. Лицу надо придать немножко сложнее тени. И опять же, я добавляю зеленого. Вот этого же зеленого у меня тут в палитре. Он слабенький. Как раз то, что мне надо. Так вот, я все еще не уверена, как оно получится. Добавлю чуть зеленого вот сюда. Чуть сюда. Чуть сюда. Там, где лицо близко подходит к заднему плану. Близкие слова лезут. Вот так. Оно, когда высохнет, я потом сверху чуть-чуть розовенький добавлю. Потому что у меня не было зеленое. Как зомби. Так, теперь вот эту тень. Вот эту тень я сделаю слегка. Вот такой фиолетовый, который у меня тут фиолетовый есть. То есть это пиджака фиолетовый, но он у меня будет слабенький. Вот так. Я кисточку помыла, хорошо вытру. И почти сухой кисточкой я вот тут чуть разотру. В конце. Края. Вот так. Теперь добавим вот сюда. Этот же цвет. Теперь возьму чуть голубой. Добавлю сюда же. Вот так. Чтоб тень была посложнее. Но когда нет на натуре цвета, то тяжело, конечно. Сам сочиняешь тень. Я просто уже так по знаниям обычно. Я знаю, что тут у меня должна быть тень такая более мягкая. Более теплая. Я ее чуть-чуть теплыми делаю. Поехали. ư Край разотру немножечко, чтобы не было четких краев у тени. У нее вот здесь маленькое освещенное место, кость у нее такая, я пытаюсь это место вот тут создать, только чтобы не сделать сильно уж четким, как будто у нее там будет как дырка в голове. Взять больше сюда, вот здесь у нас тень, вообще-то на этой стороне уже не мешает тень холоднее делать. Ну я сверху на этот зеленый наношу, и этот сделает ее, зеленый цвет сделает ее холодной. Так, теперь, если в целом присмотреться, вот эта часть как-то вообще слегка темнее, чем, скажем, эта часть. То есть вот эту часть мне надо немножечко даже всю покрыть цветом каким-то. я чуть-чуть добавлю красного. Вот так. И вот это мы закрасим. Оно у меня получается темнее, чем я ожидала, но я промокну его сейчас. До того, как оно высохнет, я его промокну. теперь оно чуть светлее. И ничего. Теперь только надо растереть, чтобы не было четких краев. Я эту кисточку помыла, тирею вытираешь, у меня сухая была. И вот это все мы рассотрем сейчас. Рисовать лицо – это вообще нежное дело, я вам скажу. Неблагодарное, кстати. Если вы надеетесь на портретах денег зарабатывать, то забудьте эту идею. Не важно, как вы нарисуете, всегда найдется кто-то, кто скажет, что этот портрет нехорош. Это, кстати, не мои слова, это слова Репина. Есть книга, которую он написал, называется «Далекое близкое». Замечательная книга. Найдете, почитайте. У меня тут сложнее уже лицо получается. Здесь я хочу немножко больше. Ну-ка, сейчас я дойду, посмотрим, как оно. Ничего. Ничего. Вот у нее вот эта тень и свет мне не нравится. Оно яркое, как режется. Но у нее и тут такое, да. Видите, в натуре оно лучше смотрится. Мне просто надо смягчить эту тень. Опять же, я намочила кисточку, вытерла, чтобы воды не было. И вот этой вот кисточкой я по ней буду тереть. И она прямо на глазах осветляется. И я ее втираю в это светлое место, чтобы граница растерлась. Вот сюда. Лучше? Так, намного лучше. И вот это тоже. Хорошо. Теперь надо вот здесь тень, которая идет под нос. Видите, какое сложное освещение. Потому что вот это светлое место у нее нет света, потому что солнце отсюда идет. У нее вот это место отражается от дерева. И получается вот здесь как будто освещенное немножко. У нее вот эта сторона, получается освещенное это. Хотя свет идет с этой стороны. Явно сюда падает. Удачная фотография. Я, кстати, поинтересовалась историей этой фотографии. Так, этой женщине было 24 года. И этот парень ее пригласил на свидание. Это первое свидание. И вот они после работы шли по улице. И у него в руке был его фотоаппарат. Обыкновенный, старый, с пленочной. Ничего особенного в этом фотоаппарате не было. И он сказал, какое красивое дерево. Давай я тебя сфотографирую рядом с ним. Она встала возле дерева, он ее сфотографировал. Вот и получилась вот такая интересная фотография. Если вы заметили, так я цвет лица уже даже меняю. Я добавляю более теплые оттенки, чтобы лицо было теплее. Потому что оно у меня сейчас не связанное с пиджаком, не связанное ни с чем. То есть я этот цвет пиджака сделала намного слабее. И его теперь добавляю в лицо. Но это все делается только тогда, когда краска высохнет, лицо высохнет. А потом можно добавлять... По-русски, по-моему, это называется заливка. По-английски это glazing. То, что я сейчас делаю, называется glazing. Это местное, локальное glazing. Иногда можно glazing все полотно, всю бумагу. Теперь оно подсохнет, и я вот сюда добавлю темнее тень. Вот это место я оставила, потому что вот здесь оно у нее такое более освещенное. То есть я сейчас его затру, чтобы не было четких линей. И это тоже мы затрем. Тут мы затрем. Уже намного лучше смотрится. Вот эти места с волосами только потом я соединю. И уже лучше смотрится. Меня часто спрашивают про глаза. Никогда не рисуйте глаза белого, светлого цвета. Они, если в них присмотреться, то они очень похожи на кожу. У них такой кожный цвет. И на них всегда в таком положении, где глаза, на них всегда тень падает. То есть они не такие уж светлые, как нам кажется. Что мне не нравится, ну что я сейчас смотрю на вот этот глаз у меня. Вот тут слишком уж светлая. Сейчас я его затемню. Затемняю. Затемняю вместе со всем глазом. То же самое этот глаз. Сейчас я его затемню. Слишком он. Хотя он и светлый, но он не такой светлый, как у меня. Теперь я кисточку вытру и вот это я все убираю. втираем в кожу, так сказать. Вот так. Уже лучше, да? По-моему, лучше. Здесь у неё тоже более тёмное, чем у меня. Вот так.